Торпеды прямо по курсу Всем привет, с вами Кейн и сегодня у меня обзор на итальянский тяжелый крейсер Венеция. С момента выхода итальянских крейсеров мнение игроков разделилось на два лагеря, одни считают это имбой, а другие наоборот каким-то шлаком. Давайте разберемся детально в сильных и слабых сторонах крейсеров данного типа. А начнем пожалуй с параметра живучесть. Живучесть здесь 51 800 хитпоинтов, это такой средний показатель для крейсеров 10 уровня. ПТЗ здесь 28%, это очень высокий показатель среди крейсеров. Бронирование здесь стандартное для крейсеров 10 уровня. Есть цитадель, которая торчит над ватерлинией. Она достаточно высоко торчит над ватерлинией и если мы будем циркулировать перед вражескими кораблями, неважно крейсера или линкоры, даже не сомневайтесь, что с вас вытянут цитадель, а может быть даже и не одну. Для того, чтобы избегать таких ситуаций, у нас есть расходник дымогенератор полного хода, который нам дает возможность исчезнуть у противника из-под носа, если же, конечно, мы не стреляем и у противника нету РЛС. Этот расходник работает короткий промежуток времени, но его хватает для того, чтобы зациркулировать и отступить. В параметре артиллерия главный калибр здесь представлен 203 мм артиллерией в 5-3 орудийных башнях. Базовая дальность стрельбы здесь 17,1 км. Время перезарядки в базе 21 секунда. С модернизацией в 6-м слоте орудия главного калибра модификация 3, время перезарядки артиллерии у нас уменьшается до 18,5 секунды. Альфа бронебойных снарядов 4,800, начальная скорость полета снарядов 910 метров в секунду. Альфа полубронебойных снарядов 5,200, начальная скорость полета 950 метров в секунду, то есть на 40 больше, чем у бронебоидных. Бронепробитие здесь 54 мм. Как работают полубронебойные снаряды? Там, где корабль у противника стоит к вам полубортом, полуносом, бронебойные снаряды будут рикошетить. Полубронебойные будут взводиться и наносить урон. Если противник стоит к вам чисто носом, то стрелять нужно только либо по надстройке для того, чтобы нанести какой-то урон, либо же выбрать себе более удобную цель. Наносить урон по линкорам мы можем и наносим очень-таки неплохо, но есть некоторые особенности. Во-первых, если это линкор с палубой больше, чем 54 мм, например, такой как советский Кремль или японский Ямато, у которого палуба 57 мм, то лучше всего выцеливать либо же оконечность, либо же надстройку. Если же это Курфюрст, то палуба Курфюрста 50 мм и палубу Курфюрста мы пробиваем, ну и конечно же по настройке мы ему тоже можем хорошо нанести урона. Но в борт Курфюрсту у него по-моему там 150 мм, то есть наши полубронебойки его точно не пробьют. Если же вы новичок в нашей игре и не разбираетесь в ТТХ кораблей, то лучше всего по линкорам ведите огонь по оконечности, там где броня 32 мм, или же по надстройке. Полубронебойки очень эффективно работают против крейсеров и эсминцев. С фулового крейсера, то есть с крейсера полным хп, в начале боя мы можем вытащить с него около 15 тысяч хитпоинтов, то есть с одного залпа минус 15 тысяч с крейсера может вылететь. С эсминца мы можем вытащить примерно 2 третих, а может быть даже и полностью шотнуть фуловый эсминец, то есть эсминец с полным хп. Я так уже делал на Бриндизе, когда с одного залпа отправил полностью фулового флетчера в порт с одного залпа. И также недавно видел в рангах, как Венеция отправляет в порт с одного залпа Рагнара, это эсминец с 26 тысячами хитпоинтов. Торпедное вооружение у этого крейсера также есть, это по 3 рыбки с каждого борта, которые идут на 13,5 км со скоростью 56 узлов. Урон от этих торпед примерно средний, то есть 13 900, что это не сильно много, но и не очень мало. Заметность этих торпед 1,1 км, например, у эсминцев это заметность торпед примерно 1,6-1,7 км. Параметр ПВО. ПВО здесь, как у всех итальянцев, просто отвратительное. Максимальная дальность ПВО здесь 4,6 км. Например, стандартная дальность крейсеров это примерно 5,8 км. У немцев этот параметр немножко занижен, у них дальность всего 5,2 км, но все равно это больше, чем у итальянцев. Дальняя аура наносит урон 189 в секунду, средняя аура наносит урон 476, но поскольку средняя аура работает достаточно короткий промежуток времени, на сильное большое нанесение урона по самолетам не надейтесь. Разрывы ПВО здесь есть, и их здесь целых 8, но работают они всего лишь от 3,5 до 4,6 км. То есть если авик по типу немецкого летит очень быстро, то авиация пролетит в вашу ауру с разрывами, даже не успев ее заметить. И если авик даже залетит в один из ваших разрывов, то альфа разрывов всего лишь 1400, что очень-таки мало для того, чтобы нанести какой-то серьезный урон по авику. Поэтому рекомендую брать всегда с собой истребитель, он хотя бы как-то вам сможет помочь отбиться от авика. Максимальная скорость хода в базе 36,6 узлов, с флажком Sierra Mike будет 38,4 узла. Радиус циркуляции здесь 760 метров, время перекладки рулей 10,9 секунды. С таким радиусом циркуляции и скоростью хода любому авику по нам нанести урон будет очень-таки сложно, поскольку крейсер, который движется с такой скоростью и постоянно маневрирует, для авика очень неудобная и верткая цель. Маскировка здесь в полной выкачке 12,4 километра. С самолетом мы будем светиться с 8 километров. По модернизациям в первом слоте у меня идет основное вооружение для того, чтобы увеличить живучесть наших установок ГК и торпедных аппаратов. Во втором слоте защита машинного отделения, поскольку наш крейсер хорошо живет, пока движется. Если нам кританут рули или двигатель, то мы станем очень уязвимы для противника. В третьем слоте система наведения, дабы увеличить точность нашего главного калибра. В четвертом слоте рулевые машины, которые уменьшают время перекладки рулей с борта на борт, тем самым увеличивая нашу маневренность. В пятом слоте система маскировки. В шестом слоте орудие главного калибра модификация 3. Перки я распределил так. Первый это мастер наводчик, второе приоритетная цель, третий отчаянный и четвертый мастер маскировки. Затем взял суперинтенданта, отличника артиллерии и последние 4 очка я планирую потратить на радиопеленгатор. Если не видите толк в радиопеленгаторе, то можете взять неравный бой. И есть еще третий вариант, куда потратить последние 4 очка. Это взять перк торпедист, заряжающий и мастер снаряжения. Можно вместо заряжающего взять из последних сил, что будет тоже весьма полезно, если нам кританут рули или двигатель. Если вы надумали качать ветку итальянских трейсеров, рекомендую взять вам капитана Луиджи Сансонетти. Его можно получить за коллекцию решительно и быстро. Чтобы собрать эту коллекцию, вам нужно будет покупать контейнеры в Адмиралтействе за уголь, стоят они 6000 угля. Собрать вам нужно будет 16 элементов коллекции. У этого особого капитана есть бафнутые перки, такие как Торпедист и Заряжающий. Но помимо всего этого, у него есть еще и активируемые таланты. Такие как Скорострельный, который уменьшает время перезарядки ГК на 15% при получении достижения Поддержка. Талант Дальний бой. Активируется при уничтожении корабля противника. Увеличивает дальность на 8%. Скрытые резервы активируются после попадания 100 раз из ГК по кораблям противника. Увеличивает время работы снаряжения на 10%. И теперь давайте подведем итоги. Кому и как подойдет этот крейсер? Если вы уже выкачали хотя бы 2-3 корабля 10 уровня, и вы уже что-то понимаете в игре, то вам этот крейсер может в принципе понравиться. Он очень таки хорошо наносит урон крейсерам, самый наверное эффективный по борьбе с эсминцами, если конечно же они светятся. Ну и линкорам в принципе мы можем тоже нанести неплохой урон. Для ранговых или клановых боев я думаю этот крейсер не сильно подойдет, поскольку у него слишком большая заметность 12,4 км. Но если вы хорошо освоили этот тип крейсеров, и у вас хорошо получится на них играть, то скорее всего в рангах вы будете занимать первые места. Ну и в клановых боях, если же вы не будете забывать про применение дымогенератора полного хода, то скорее всего вы тоже будете хорошо наносить урон и приносить пользу своей команде. Но если вы новичок в игре и не сильно разбираетесь в крейсерах, у которых есть РЛС или у которых нету РЛС, то качать эту ветку в первую очередь, наверное, все-таки не стоит. Попробуйте поиграть на чем-нибудь другом, на которое я уже кстати делал обзоры, может быть вам что-то понравится. Ну а на этом у меня все, всем спасибо за просмотры, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok